В Санкт-Петербурге, на Конюшенной площади, действует храм в честь спаса нерукотворного образа. В этой церкви зимой 1837 года отпевали великого сына нашего Отечества, Александра Сергеевича Пушкина. Тогда, в скорбный день 1 февраля по старому стилю, церковь на Большой Конюшенной не смогла вместить всех желающих присутствовать на отпевании. Вход был по билетам, и толпы собравшихся заполнили не только храм, но и всю Конюшенную площадь. Сегодня, много лет спустя, в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, в эту церковь приходят люди вспоминать и помолиться о своем великом соотечественнике. Это надвратная церковь, построенная в 1730 году, за сто лет до смерти Пушкина. До Пушкина она не называлась церковью Пушкинской, а просто спаса нерукотворного образа на Конюшене. Вот по этой лестнице, по которой вы сейчас поднялись сюда, по ней поднимались кавалергарды, по ней поднималась царица одна, вторая, и царь поднимался. Поднимались и строители великие, архитекторы, как Стасов, который оставил нам эту музыку в архитектуре, замечательную эту церковь. Поднимался простой народ, извозчик, дворник, маляр, поднимался поэт, он был и здесь, в этом храме. И вот, когда вы поднимаетесь по этой лестнице, две картины вас сопровождают. Этот диптих, она называется «Две молитвы». Молитва разрешательная и молитва разрешительная. Первая молитва отец Петр Писоцкий, настоятель этого храма, в 1837 году был призван к умирающему Пушкину на Мойку-12, где он исповедовал и причащал великого поэта. Тайна исповеди всегда сохранится, мы никогда не узнаем, что спросил священник, что ответил поэт. Но мы видим заплаканного священника, всего в слезах, выходящего из комнаты, отходящего от адра, умирающего поэтом, и слышим его слова. «Я уже стар, мне нечего лукавить, но я хотел бы умирать, как умирает этот человек». Все, что связано с поэтом, для нас свято и чтимо. Мы знаем, где он жил, творил, был счастлив, скорбел и радовался. Знаем мы, и где он подошел к своей последней черте, чтобы встать на пороге вечности и обрести мир и покой. На Черной речке 27 января 1837 года великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Всепрощающая любовь и искренняя вера, ярко вспыхнувшие в его сердце на смертном одре, озарили последний путь. Христианская кончина стала лучшим оправданием и венцом его жизни. Возрожденный духовно, он отошел так, как уходили многие-многие напутствованные молитвами церкви. Мирно, тихо, спокойно, просто и величественно, благословляя всех примиренным, умиротворенным сердцем. Требую, чтобы не мстили за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином. И, осенив себя крестным знамением, произнес «Господи, Иисусе Христе!» Как вспоминает Жуковский, я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха, но не заметил. Тишина его объявшая оказалась мне успокоением. Погиб поэт, невольник чести, палок леветной молвой, свинцом в груди и с жаждой мести, поникнув гордой головой. Но самое интересное, что, умирая, Пушкин уже этой жажды мести совершенно не ощущал. И его христианская кончина поразила многих, потому что он и сам удивился, он говорил, «Странно, я думал, что мне доставят радость убить его, а теперь нет». И более того, он просил тех, кто стоял в его изголовье, не мстить за него. И вот это, конечно, очень памятно и производит сильнейшее впечатление. Вот мы здесь находимся, в храме спасения рукотворного образа, на конюшиной, где отпевали Александра Сергеевича, и откуда гроб всего тела отправился, в Святогорский монастырь, совершенно особое место. Вот что пишет о тех днях друг Пушкина Донзас. В ночь с 30 на 31 января тело Пушкина отвезли в придворную конюшенную, где на другой день совершено было отпевание, на котором присутствовал весь Петербург. Множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пестрой толпой вокруг него. Нельзя было без умиления смотреть на эти почести. После отпевания все бросились ко гробу Пушкина, все хотели его нести. Дальше путь пролегал до Свято-Успенского Святогорского монастыря. Недалеко от обители, в селе Михайловское, находилось родовое поместье Пушкина, в монастыре захоронения предков. Святогорский монастырь был для Александра Сергеевича местом его молитвы, отдохновения и покаяния. Здесь нашел и свое последнее земное пристанище, великий русский поэт. Александр Сергеевич завещал себя похоронить здесь, в нашей святой обиде. И когда приходит тот роковой год, тот роковой период для поэта и для поэзии русской, когда свершается на Черной речке этот дуэль, которая уносит жизнь Александра Сергеевича, завещание его исполняется в принципе. После 46-часовой исповеди благословил детей, запретил своим друзьям мстить за него. Но это не подвиг ли христианина? Не каждому Господь дает такую возможность перед смертью, вот 46 часов подготовки. Холодным февралем, любимец поэт России, сопровождаемый только кучкой самых-самых-самых близких ему людей, привозят в нашу обитель, заносится в Адигитровский предел, где монахи читали псалтырь над телом Александра Сергеевича. Вымаливали Бога о прощении его грехов. И на следующий день Александр Сергеевич от братья и ежем святой обители, монахами был погребен. То есть как он и завещал, Господь так и устроил все. И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все бы хотелось почивать. Прах поэта сокрыт в сокровищнице духовной, в Святоуспенском, в Святогорском монастыре. Не раз он бывал в прославленной древней обители, молился у чудотворных икон, исповедовался, причащался, находил утешение и ответы на многие волнующие его вопросы у старцев монастыря. И здесь в вековечном молитвах память об Александре Сергеевиче Пушкине, поэте и творце Божьей милостью. Он сам явился Божьей милостью и благословением для русской земли, которую венчал навсегда своим высоким лучезарным талантом. День рождения и день смерти поэта особенно торжественны для Святогорского монастыря. Множество людей со всех уголков России приезжают помолиться о Пушкине, отдать дань его гению. Солнцем русской поэзии называют Пушкина. И народ сохраняет молитвенную память о величайшем поэте, память, которую никогда не перемелют тяжелые жернова истории. Пушкин – это язык, Пушкин – составное наше. Ну и, конечно, его дуэль, который является его конец, как бы, она является неадюльтарным делом. Почему? Потому что дуэль – это убийство или самоубийство. Середины нет, выхода нет. А выход есть, оказывается. А выход в 46 часов страдания. 46 часов страдания было у него. Вот это наше все. Вот это наше основание, понимаете? Это наш залог спасения. Вот это. Вот залог спасения. Вот залог спасения, понимаете? А не то, что написал он, не написал он что-то там. Вот это наш фундамент. Что мы просим у Бога, когда мы каемся прощения? Вот мы видим многогрешный человек, понимаете? Вот он дает пример из 19 века. Он дает нам пример именно вот этого покаяния. Это потрясающе. Это до слез сильно. Поверьте мне, это отраженный свет того чуда, которое там случилось. Это потрясающе. Потому что покаяние, оно является началом церкви, началом жизни человека, христианской жизни. Понимаете? Начало пути к Богу, понимаете? И уже Господь оттуда, Он говорит, да, я тебя прощаю. Он простит и мытаря, а фарисея не прощает. Видите, как получается. Как хорошо. Отец людей, Отец небесный, Да имя вечное Твое Светится нашими устами, Да придет царствие Твое. Твоя да будет воля с нами, Как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам пошли Твоею щедрою рукою. И как прощаем мы людей, Так нас, ничтожных пред Тобою, Прости, Отец Твоих детей. Не верь мне на свое искушение И от лукавого прельщения Избави нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok